Это просто дичь какая-то, скажете вы, посмотрев следующий сюжет. И будете правы, в бассейне Альбатрос 17 декабря прошла водная эстафета на кубок Саратовской ГЭС. И на старт вышли четыре команды. Какая-то дичь, львы, дельфины и адреналин. Каждая из них особенная. Так в заплывах участвовали студенты СУЗа, сотрудники Саратовской ГЭС, журналисты и спортсмены-подводники. Больше всего боялись взрослые. Это журналисты и гидроэнергетики. Они говорили, вот, конечно, это будут профессиональные спортсмены. Как мы можем с ними соревноваться. Мы договорились со спортивной школой, что это будут не самые взрослые и не самые подготовленные спортсмены. Но, тем не менее, спортсмены есть спортсмены. Заплывы на кубок Саратовской ГЭС проходят уже девятый раз. И всегда это не формальная эстафета для галочки, а настоящая встреча друзей, во время которой совмещается приятное с полезным. Но никто же не поспорит, что водные процедуры – самое то для поддержания здоровья. Несмотря на все форс-мажорные обстоятельства, которые в городе произошли, несмотря на морозы, команды все-таки собрались, пришли практически в полном составе. И я надеюсь, что получили сегодня заряд хорошего настроения, оптимизма, энергии и бодрости. На водном празднике участники эстафет выполняли такие сложные задания, что даже профессиональные спортсмены из команды «Дельфины» признались – не все далось легко. Ой, тяжело было, когда мы плавали со кругом и со стаканом. Мы вывали почти весь стакан. И все постоянно. И если уж спортсменам было непросто, то что говорить о команде журналистов? «Какая-то дичь плавает в свое удовольствие», – не раз говорил ведущий мероприятия и был прав. Неторопливо, в меру своих возможностей, представители СМИ преодолевали дистанции, прибывая к финишу в числе последних. Но при объявлении результатов они так радовались любому числу баллов, что сразу было ясно – какая-то дичь действительно пришла на эстафету не ради результата, а ради удовольствия в ней поучаствовать. «Они всегда креативят и они не стесняются ни своей физической формы, не боятся этого и не боятся рисковать. И я думаю, что это всегда их выделяет из состава других команд». Во время эстафеты участники плавали по одному и с привязанным к ноге товарищем. Перегоняли с одного края бассейна к другому шарики и стаканы с коктейлем. Перевозили собратьев по соревнованиям в надувном круге и много чего еще преодолевали. Но в итоге все решил конкурс капитанов. Лидерам каждой команды нужно было пересечь бассейн под водой. За всплытие снимается бал. Быстрее всех и ни разу не поднявшись из воды задание выполнил Илья Гришин – предводитель какой-то дичи. «Мы получили удовольствие за то, что за нашу команду выступал Илья Гришин. Потому что если бы не Илья Гришин, у нас не было шансов даже стать вторыми с конца. А так мы были всегда первыми с конца». «Да, мы получили большое удовольствие от этих соревнований. Это предновогодние такие озорные старты для всех участников, где побеждает в первую очередь дружба. И все могли здесь почувствовать себя детьми, попрыгать с бортиков, покатать друг друга на кругах и повозить Кока-Колу, чтобы она не разлилась. Только на соревнованиях от Русгидро такое возможно. Мы нигде больше так не плавали. Получаем большое удовольствие им здесь». «Мы как смешники, нам очень приятно. То, что, во-первых, нас зовут, понимая всяких деловых встреч на такие развлекательные мероприятия. Очень здорово так вырваться, сменить картинку, обстановку и посоревноваться с ребятами. Было круто». «С учетом того, что здесь четвертый, по-моему, год провожу в этих командах, да я вырос просто на воде». Это и решило исход водной битвы. Третье место у какой-то дичи, второе у команды, представляющей Саратовскую ГЭС. Ну а победителями стали те, кого все боялись – дельфины, то бишь ребята-подводники, с чем мы их и поздравляем. Третье место университетное мероприятие.